СССР Не было никакого социализма, а была эксплуататорская система, которую современные исследователи называют палитаризмом. А также пояснено, что путинизм – это тоже палитаризм чистой воды. Но давайте вернемся к теме. Как я уже сказал, зверь теряет совесть, чувство вины, но сохраняет честь, чувство стада. И сохраняет ее на достаточно приличном уровне. Многие звери из-за чувства стада способны на очень решительные поступки, включая самоубийство. Примеров много, в частности, японские самураи. Карл Витфойгель доказал, что Японии не было азиатской деспотией. Но к скотам это не относится. У скотов нет ни чести, ни совести. И наши скоты это доказали уже много раз, и увы, как наглядно. Наши доморощенные – российские и советские скоты. Как и предупреждал профессор Преображенский, ну вернее Михаил Булгаков, устами своего героя, профессора Преображенского, у нас Шариковы везде победили, даже Швондеров. И везде сели на их местах. Проетошло это еще в Советском Союзе. Но самое главное – они все и по сей день там сидят. Сидят либо еще советские, либо в лучшем случае. Их сменили либо их сыночки, либо такие же беспринципные хавуи. Потому что если они ушли из своих кресел, то ушли только по возрасту. Другой причины, которая привела бы действительно к обновлению кадров у нас на всех уровнях, пока не просматривается и близко. Не просматривается прежде всего благодаря великому президенту нашей Родины Путину, опять включившему принцип «Я начальник-то дурак». Еще в Советском Союзе, благодаря системе, построенной на скотстве, мы на всех уровнях потеряли руководителя-профессионала. И на его место пришел этот самый безграмотный, беспринципный хавуи. Понятие, часто не имеющее идеи, которым его поставили руководители. Зато очень хорошо умеющий присмыкаться. И стоит ли удивляться, что страна у нас катится по наклонной плоскости? Что при научных коммунистах, что при настоящих демократах, что при истинных патриотах, к тому же единых трех лицах. И именно здесь главная беда нашей страны. У нашей страны давно уже не две беды – дураки и дороги, а одна – номенклатура. И никакие призывы людей с левыми убеждениями вернуть в Советский Союз здесь не помогут. Максимум, к чему они приведут – это к тому, что номенклатура опять станет. Либо научными коммунистами, либо научными социалистами. Ну или в лучшем случае она сменится на таких же беспринципных хавуи. Для того, чтобы действительно что-то изменилось в лучшую сторону, нужно изменить способ производства. Нужно ликвидировать в нашей стране присущий и политаризм, или азиатский способ производства – АСП. И, соответственно, ликвидировать присущую ему номенклатурную систему. Но и создать условия, чтобы на руководящие посты приходили умные, честные, решительные люди, а не шариковые. Чтобы у нашей страны наконец появилась настоящая элита, а не олигархия. Кстати, замечу, уже отмечал это ложно, олигархия у нас в стране не финансовая, как с безграмотной подачей Немцова стали все считать. Настоящая олигархия нашей страны номенклатурная. И на какой же способ производства нужно сменить присущий нашей России политаризм, спросите вы меня. Еще не так давно я ответил бы на этот вопрос на коммунистический. Точнее, на первую фазу коммунистической формации – социализм. Только на настоящий социализм, а не на научный коммунизм. Но сегодня я уже думаю, что России, равна ко всему миру, нужен другой способ производства. Более совершенный, чем коммунистический. Все должно развиваться. Но этот способ производства должен взять из коммунистического все самое лучшее и тоже опираться на принцип социальной справедливости. Что же это за способ производства, спросите вы меня. Этот способ производства называется ноосферным. Но, повторяю, я еще не считаю нас готовыми к обсуждению этого вопроса. Думаю, для начала будет правильным взглянуть на историю Советского Союза через призму не научного коммунизма, а через призму ноосферного мировоззрения. Вот это, думаю, нам поможет подготовиться к этому, постепенно подготовиться на должном уровне. Впрочем, тех, кого заинтересовал этот вопрос, я бы рекомендовал посмотреть мой ролик о Роберте Бартини и ролике о моем романе «Темное пламя». Ролик о Роберте Бартини и один из роликов о романе «Темное пламя» был на конечных заставках. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!